что продолжаем проверять материалы дюр сегодня попробуем реактивный грунт такой темного цвета это отлично у меня как раз черный дальше будет я себе уже макряк свой развел пусть настаивается сейчас кинем реактивник и попробуем какой-нибудь лачок наверное х с двухслойничек попробуем самый стандартный самый привычный для всех так реактивник у нас разводится один к одному у нас крыло капот поэтому до двоечки там его немного надо и отвалим дальше материалы попробуем реактивничек у нас наносится в один слоёчек один или два тут написано ну будем наваливать в один слоёчек его тоненько тоненько и мокренько поехали приступим у нас есть бампер капот и крыло давлячок 18 приступаем дюза 13 в саголе башка клер дюза 13 в саголе башка клер Продолжение следует... 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 этого объема мне не хватит по-любому приду доколачивать но сейчас как бы на расход не обращаю внимание мне интересен результат так сейчас будем приступать и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ну, красиво. Красиво. Посмотрим, что с ним будет завтра. Продолжение следует. 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 Писочка зеленая. 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 Лачок наполировается очень быстро. Но он так же, как быстро наполировается, так же быстро будет и зацарапываться. Это как его плюс, так одновременно его огромный минус. Бюджетные лаки. Они все такие. Да, круто, что. была соринка там 20 секунд нет соринки но я считаю это никак не плюс этого лака что давайте глянем на ракету ракета бомба зерно красиво лежит нравится мне уф по цвету вообще огонь по цвету вовка молодец обычно по цвету не стреляют тут один вариант выкраски единственный по цвету стреляет как так давайте померяем толщины нифига себе не верю да ладно это как так 180 190 221 это что наша сборка что ли да не видно 196 да ладно 162 что-то это наша походу собирает и красит да наша сборка 168 а ну да слышишь а в чем и кстати ну я не вижу нашей укрзас таблички ладно 180 а ваше мы вышли теперь 115 сука недобор чуть-чуть недобрали мы ну ладно по крайней мере я просто не думал что у нее будет ну сотка нормально то есть крыло все так как должно быть как ни странно с этим лаком и с грунтом в принципе вышел в то как должно быть но не так как думал если честно я думал что тут толщины будет у меня побольше за счет грунта по шагрени в итоге я там пока полировал и расстраивался и огорчался и радовался радовался тому что шагрень четко один в один как вот тут лежит просто вот и села она так же хреново и выглядит она так же абсолютно вообще не отличить но это не то чего я хочу и чего я ожидаю когда я беру в руки материал которым я хочу работать сам по себе лак да он наполироваться да круто но он довольно таки быстро тем более на темных цветах будет зацарапываться потому что он реально очень мягкий прям сильно мягкий полируется на раз ну дальнейшая полировка зато будет легкая сложно сказать плюс это ему или огромный минус ну это мое мнение мое мнение такое что именно этот лак мне неинтересно допустим как мастеру я попробую чуть позже ультра хс скажу о нем свое мнение но что грунт кислотник что этот лак именно под меня не подходит способ работы им меня немного не устраивает но это мое личное мнение если у вас оно другое пишите в комментариях там пообщаемся всем пока 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 Продолжение следует...